Это битва комара с титаном. Шпионажем. И первой позывной был у Джона Ди 007. А потом Ассуна придумывает протокол эсенских мудрецов. Остальное уже все теория заговора. Здравствуйте. Я Александр Эткент, профессор флорентийского европейского университетского института. Короче говоря, я историк. Но сегодня я выступаю в непривычной для себя, но очень приятной роли интервьюера. Мы будем говорить с Константином Рубахиным, которого вы видите перед собой, о созданном им музее, об истории масонства и об актуальных политических проблемах дня. Здравствуйте, Константин. Добрый день, вечер. И у кого какое сейчас время суток и время года. Всем привет. В общем, мы сейчас перейдем к вашему музею. Но я хочу сказать, что история масонства – как бы странная такая тема для обсуждения. Но, может быть, ничего актуальнее ее сегодня и нет. Что касается истории заговора, да. У меня тут прямо вот есть основа истории заговора по масонству. Они лежат там, вот первое издание там Барьюэля, например, конца XVIII века, откуда появились джидомасоны внезапно, да. Потом история там, связанная с нашими, там еще уже царскими гонениями на масонов и всякими подметными записками типа протоколов сионских мудрецов. Такая вот история масонства, история заговоров – это и теория заговоров, есть так понятие. Это все одно и то же или это разные вещи? Ну как, оно, в принципе, масонство просто очень хорошо плавает вот по этой теме, да, и таким достаточно большим пластом. Но тут, как бы, продолжая метафору айсберга, есть что-то и вокруг, и есть под ним. И вообще у меня первый источник, который касается борьбы с какой-то организацией, которая тайно собирается, у нее есть свои мастера и ложи, относится к 1300 какому-то году, к XIV веку, в общем. Примерно, когда там... Это поддерживает косвенно теорию про то, что масоны связаны с Тамплером, могли быть. Но, оторываясь даже от темы масонства, мы понимаем, что вот сейчас вот эта история борьбы с эпидемией, которую люди воспринимают как некоторую такую артифицированную штуку, да, как искусственную эпидемию. Ну, и опять же вспомним, что это всегда так и было, эта реакция, когда человеческая психика не справляется, они начинают сжечь сначала евреев, это первая волна чумы, а потом ведьмы, это вторая волна чумы 17-го года. А потом масоны придумывают протокол и сенских мудрецов, чтобы от... Там же масоны и возникают. И придумывают науку, и придумывают науку. Первое королевское общество в Англии создали именно... Ну, там несколько масонов и чуть ли не половина из фаундеров первого Royal Society. А масоны и сейчас все могуще? Да нет, но на самом деле два еврея и три синагоги. И вот у меня здесь есть недалеко за вот этой вот большой табличкой «Масонник музеев» внизу стоит такая штучка, это паспорт Жан-Мария Рагона, который еще в середине... Историка масонства, который еще в середине 19-го века насчитал порядка тысячи ритуалов уже масонских. Поэтому каждый там начинает придумывать свои ритуалы. Мы по-разному относимся к Калиостру. У меня тут тоже есть его уголок. Там вот большая карикатура английская на Калиостру, там его не любили. Вот, например, дневные документы против Калиостра, когда вот они заказали для Мария Антоанетты колье, и это было супер... Совершенно прямое, прямое такое мошенничество. Поэтому власти тут не может быть никакой. Откуда она возьмется, когда мы с вами не договорились, да? Что касается вот всемогущества и, в общем, как бы изначально масонства, давай все-таки вот действительно к корням. При всей масонской мифологии, которая относится там к концу XVIII века, там историки XVIII века, масонские, они... Интерната не было, да? И они считали, что вот как он придумал, ну, как ему кажется, так, наверное, так и было, да? Вот, и поэтому опираться и ссылаться на историков масонства XVIII века — это большой грек, значит, в нашей среде. Поэтому без бумажки... И часто, кстати, и бумажку можно сделать, да? Там в XIX веке про XIV век. Но, тем не менее, значит, вот имеющиеся документы, имеющиеся понимания дневниковой записи у нас приводят в век XVII. Вот у меня тут, например, томик, ну, уже посмертный томик. Францисса Бэкона, вот, из «Атлантиды», из «История натурали» с 1648 года, который еще в начале XVII века сказал, что у нас ничего, кроме эксперимента, нет. То есть это обратная теория, то есть от... как бы спор между гуманистами с их дедукцией и софистами с их индукцией, оно на самом деле есть место возникновения масонства, грубо говоря, да? Когда священник говорит Галилею, что тебе не важно, в чем там тебя глючит в твоем телескопе, но если общая концепция правильная, красивая, значит, все так и есть. И остальное мелочь. Отсюда и выражение дьявола в деталях. И начиная с деталей, мы начинаем... То есть вообще инструмент науки появляется вот только там, вот в середине XVII века вместе с масонами, вместе с Академией Royal Society. Академия как-то она длинно называется, ну просто Royal Society. И вот там появляются масоны вместе с наукой. Действительно, масонство связано с наукой, с просвещением, с верой в прогресс. Именно. А вот сегодня это все как-то связано с заговорами, какими-то с подрывными действиями, с каким-то, значит, кью-анон, с какими-то, получается, педагогами. То есть, вот мне интересно, что ты об этом думаешь с Джорджем Сурасом. Вот как это все так вернулось от просвещения прямо как к каким-то чудовищам? Это мы говорим про антимасонство. Вообще, изначально, действительно, масонство, вот продолжая про XVII век, было успешным не только как, ну вообще, сообщество ищущих людей, да, которое началось, вообще, это продукт Ренессанса. Вот у меня самая ранняя, наверное, книжка, издание Марсилия Фичина, «Три книги о жизни». Оно издано еще как инкуна было, то есть сделано, наверное, в XV веке, он умер в 499 году, но издана она в начале, 16-го, где-то, 517-518-й год. Отсюда вот рождается вот этот поиск и борьба, наверное, с каким-то догматизмом, который сотворился, конечно, церковью. Еще будучи, ну, 1517-й год мы видим, то есть что происходит в этот момент, да, реформация. Генрих VIII, когда хотел просто по-нормальному развестись, чтобы ему папа не мешали, сделал англиканство, он как бы у своего вот этого сверхэгоизма сделал великую вещь, выйдя из папизма и сделав Англию свободным. И туда потянулись, во-первых, они стали поддерживать, там, с одной стороны, фальц, богемию, да, с их... Конечно, 30-летняя война из-за этого развилась. Кстати, вот Джон Ди считается, что масонство, оно связано и с шпионажем, и первой позывной был у Джона Ди 007. О, правда? Да-да-да. Или его друг, Вольтер Релли. Вот у меня есть книга Вольтер Релли прижизненной издания 1614 года. Вот такая вот она выглядит, «История мира». Реализовывал идею Джона Ди, который говорил королеве Елизавете, что слава Вашего Величества лежит за пределами королевства. Вот, ну, то есть подстегивал проклинаемую сегодня колониальную, значит, активность. И масоны вот здесь как раз рядом. Это наука, это вот ищущие люди, и в то же время это люди, которые умеют договариваться. В частности, в 17 веке мы помним, что происходит в Англии. Кромвель, вся фигня. И в это время вот один из самых известных масонов первый. То есть есть первый масон Роберт Моррель, основатель королевского общества, а второй тоже основатель королевского общества – это Эшмол. Вот тоже такая гигантская книжка, вот Эшмол. Про орден подвязки. Прижизненная. 1672 года. Вот. Вот он был реалистом. Он был реалистом. Мало того, он был офицером высокого ранга. И он жил при Кромвеле в Лондоне, будучи масоном. И мы видим, как масонство работает как переговорная площадка между круглоголовыми и реалистами. Ну, сторонниками парламента они лысые были, поэтому их круглоголовыми называли. Или между англиканами, опять же, и католиками, там, ирландцами, и шотландцами, да. То есть это была переговорная площадка. И это самая четкая и рабочая вещь. Вот. Ну, а потом, когда масонство стало, вышло уже в 1717 году, масонство открылось, показало вот такие мы масоны-каменщики. Вот. Вот тут начался уже бардак, как бы, не знаю, можно ли так сказать, очень много ветвей, течений, которые сами с собой перессорились. Мы первые, мы вторые. Нет, вы вторые и так далее. Остальное уже все теория заговора. Но в 1738 году, как раз подстегнув теорию заговора, вышла была Климента XII, что все масоны-сволчи, значит. Которая действует до сих пор. И по ней масоны не могут принимать католические ритуалы и так далее. В отличие, кстати, от православных, где даже Филарет, митрополит Филарет Миру Дроздов, он канонизирован, признан святым, а он был масоном. Он переводчик Библии на русский язык. Да, переводчик Библии на русский язык, глава библиотского общества. Великий человек. Костя, когда масоны стали секретить свою деятельность? Потому что, когда они были, как ты говоришь, переговорной площадкой, тут, понятно, ничего не засекретишь. То есть, они должны были сказать, вот, я масон, поэтому мне можно доверять, условно. А вот когда это обернулось? Именно тогда, именно XVII век, это период становления масонства и его секретности. Когда возникает королевское общество, растет наука, там тусуется Ньютон, который был больше алхимик, чем физик. Даже там все его дневники, которые были проданы в 20-х годах, 20-х век, показывают, что там то, что вот мы знаем про физику и так далее, это 10%. Остальное там метафизика, алхимия и так далее. Он там травился, но он был потом назначен мастером монетного двора, и то, что он алхимик, он стал активно скрывать. Про кого сейчас говоришь? Про Ньютона мы говорим. А ближайший его ученик, здесь за Гулье, он автор масонских ритуалов уже. То есть ритуал, вот мы показали орден подвязки Эшмала, есть версия, что очень много из ордена подвязки взяли для ритуалов масонских, но окончательно они оформляются уже в 20-х годах 18-го века. Вот, сначала это Андерсон пишет конституцию масонов, что это древние каменщики, и мы можем сказать так образно, что да, вот действительно все это из лож каменщиков, у меня тут очень много предметов там 17-го, 16-х веков именно касающихся гильдий каменщиков, гильдий плотников. Это такое тело масонства, а его душа это ренессанс, это вот эта вот наука и ренессанс. И именно тогда, в 17-м веке, они были скрыты и эффективны. Костя, ты сейчас говоришь из твоего кабинета, я так понимаю, да, это твоя личная коррекция. Да, это такой временный склад фактически вещей, потому что, я так могу пройтись и показать, потому что стало уже немножечко негде жить, и мы приобрели большое пространство под музеями, потому что тут, если вот так смотреть, да, то все поверхности и сверху, и снизу, и сбоку, и шкафы, и стулья, и этот стул, кстати, 1769 год, такой, почти Чепендеил, в его стиле, в всяком случае. А это вот, например, гравюра Хогарта. А он что, тоже был масон? Обязательно, видишь, вот Киан и мастер-масон возвращается с работ, вот, его там из горшка поливают, это такая, эти внутренние масонские карикатуры, это очень смешная история. Хогарт обязательно был масоном, да, конечно. Вот Киплинг, например, вот у меня висит, это вот конституция ложи, которую организовал Киплинг, придумал название Builders of the Silent City, строители молчаливых городов. Эта ложа посвящена кладбищу, да, то есть военному, и вот строители молчаливых городов, это, собственно, те, кто там лежат. Вот тут Киплинг. Как интересно. Да-да, Silent City, да, я вижу. Так что здесь, а если, если мы полезем в бумаги, вот, например, фартук недавно пришел, потрясающий 19 века, да? Ух ты, вот это все, кстати, да, это фартуки, при том фартуки обычно 18 века, там, вот этот вот в единственном экземпляре. Вот в этом фартуке фактически, да, этот фартук принадлежал, значит, товарищу, который был, яйц, значит, его звали, он был секретарем в Сити оф Олбане, и он впервые публично озвучил Декларацию Независимости. Правее фартук был удовольствием? Правее фартука, да. Он не был масоном, но это записка его вице-президента масона 33-го градуса и записка вице-президента Удоровился. На самом Удоровился он не был. Зато вот был Труман, вот, например, диплом, который подписан Труманом лично, да, в 33-м градусе, да. Вот, например, Уоррен Хардинг, президент США, тоже подпись его на масонском дипломе. Костя, я хотел спросить тебя, пока ты вот ходишь по своей коллекции, какой в ней самый первый хронологический экспонат и какой самый современный. Вот, что касается первого, вот, например, я не знаю даже показывать или нет, это похоронная лодка Египта, потому что все масонство, оно, в общем-то, о Египте, да, и у нас есть предмасонская комната, у нас есть, значит, по плану зал источника, истории как бы масонства, источников масонства. И там скорее я начну с Ренессанса. Есть, например, ну, если говорить там про гностицизм, про период там неоплатонизма, вот у меня есть прекрасное, например, издание, притом тоже под эгидой Royal Society, вот как раз этого масонской первой академии наук, это и мистерия Египта и Сирии, и Англиха. А говоря о гностицизме, тоже в этом время я могу показать там вот эту монетку римскую, третьего века, где Митра с таким трезубцем, как Кваджракс. Это Митра. И на самом деле это те 50% возможностей, что мы могли бы быть метроистами, если бы там Константину придумалось что-нибудь похожее. Потому что если мы смотрим, там читаем Апулея, Золотого осла, мы видим, что вся романская империя поздняя, она вся абсолютно египетская, там всякая, какая может быть, там Исиды и так далее. Ну ира, но Санс тоже был полон Египетских семулов. Да, но есть теория даже, что Айсис, что Египет, что Париж называется Пар-Исис, это Исиды, но так или иначе там есть на Сан-Жермен-де-Пре, вот у меня есть масонская вещь на эту тему, сам Сан-Жермен-де-Пре был храмом Исиды до того, как был Сан-Жермен-де-Пре. Есть старая карта еще Лутеции, да, как назывался Париж, и там он вполне находится как храм Исиды царьера Диметры, да, и вот эта вот статуя, это вот такой жетончик французский и масонский, вот эта вот статуя Исиды с гором, с которой Богоматерь-то и рисовалась в свое время-то в 2-3 веке, эта статуя висела до 14 века на Сан-Жермен-де-Пре, стадо Исиды. Кость, а какой самый современный, самый поздний экспонат твоей коллекции? Самый современный экспонат, самый современный экспонат. Ну, я не знаю, вот местные латвийские какие-то, вот 2003 год, в честь 300-летия, наверное, много всего издавалось, вот, например, артовская медаль у Лозис Литвин, трудолюбивого Литвина, вот такого переиздания, и тут написано год сзади, я думаю, это, а да, вот 17-й год, 17-й год, например, вот, то есть, это ложи литовские, ложи латышские, да, по-моему, и финские какие-то, то есть, процесс идет, процесс идет, особенно мне важно наиболее близко, то, что происходит с ложей квадрокоронати, лжи четырех коронованных, вот ее значки круглые, это немецкие, а вот этот, то есть, это английский, а вот этот, немецкий значок, и эта ложа занимается наукой, она каждый год издает сборник научный, да, где базируются топочки, это английская ложа квадрокоронати, да, и она как раз, говоря как раз про наш музей, что мы уникальны, да, я так не бессрашно говорю это слово, что есть, конечно, английский музей, он одновременно с масонством фактически возник, он при великой ложе Англии, там, это битва комара с титаном, если мы будем говорить о качестве и количестве экспонатов, да, А он в Лондоне, где он? Он в Лондоне, на Квинн-стрит, там, где существует как раз главная ложа, угле, то, что называется United Grand Loge of England, вот, вполне себе, это, значит, музей открытый, куда можно пойти. Но он принадлежит масонству, которое называется английским, которое называется регулярным, потому что в конце, в конце, в середине XIX века некоторые французы перестали класть Библию во время ритуала на стол или там что, Тору, Тору или какую-то другую святую книгу и стали принимать атеистов, нарушив тем самым Лондон Марку, что масон должен признавать великого архитектора, что он не должен быть, ну, что атеист уже как бы не может быть масоном, то есть он должен быть, значит, креационистом. И поэтому французы откололись, у них отозвали призвание, и они стали другой ложей. Гранд-Ориент стал нерегулярным масонством. Если так сказать, то в мире сейчас нам 8-9-10, может быть, миллионов регулярных и порядка от 4 до 6 нерегулярных масонов, да, вот, которые Гранд-Ориент принадлежат. И поэтому в Париже тоже есть музей, да, вот, то есть есть это самое скелет Наполеона, когда ему было 15 лет, и скелет Наполеона, когда ему было там 20 лет. И каждый показывает свое масонство. У нас этого нет, у нас он показывает все, включая антимасонскую историю, которая для меня прям очень важная, потому что лично я узнал про масонство там от бабушки из книжки про протокол сионских мудрецов, которую я как бы очень люблю и которая очень характерна, и все наши страхи показывают. Вот. То есть у нас он независимый ни от какой ложи, кроме лож, которая занимается наукой. Вот поэтому квадрокоронати для меня очень важная ложа, мы с ней сотрудничаем, дружим. Кусть, а вот, знаешь, все такие филантропические организации, заходишь во многие города в Америке или в Англии, заезжаешь, особенно если на машине видишь символы Rotary Club, Lion Club, это масоны или кто это? Нет, это протомасонские организации, у меня там тоже есть какие-то значки Rotary Club, Lions Club или там еврейской организации B'nai B'ris, которую как раз нацисты тоже жидомасонами обзывали. От Fellows, например, такая организация с страшно смешными ритуалами, но они знают, значит, за какие места людей патролить. Вот, например, у меня есть такая замечательная страшная масочка, примерять не буду, но выглядит, а вот на белом фоне выглядит она отлично. и у них есть козел, у них там человек сажают козла и катают его. Он там ездит, как вот, должен удержаться, ну, как в этих американских аттракционах. и вот все эти организации, они вот на масонство вот эту вот такую, получается, на воде тень, что, во-первых, все считают, что там используют козлов, вот эти вот ротори там бизнес всякий, вот, или вот эти богатейшие люди всякие и так далее. Хотя у меня тут есть несколько документов, которые там, когда там Рокфеллер, один из генералов, там, ну, он был далек от семьи, от центра, но все равно там генерал Рокфеллер. Как бы связи мы можем отслеживать, и действительно из богатых людей люди были масонами, ну, потому что масонство, это прежде всего еще и филантропия, поэтому здесь ничего такого зазорного и тайного нет, наоборот, это все достаточно открыто. Костя, можно я спрошу о твоем собственном пути? Ты занимался экологическим активизмом, и это был известен как реальный борец за природу, условно говоря, в российских провинциях, ну, и в Москве тоже. А как ты пришел к масонству и к идее открыть музей масонства? Как ты пришел к истории масонства? изначально, конечно, я всегда интересовался историей разных организаций, просто историей, и я говорю, что вот эти протоколы сионских мудрецов, мне доставшиеся от бабушки информация, но не сама книжка, потому что дед сложил все эти книжки во дворе и устроил такой замечательный костер. Извини, что бабушка верила, а дедушка нет? Бабушка, да, у нас была библиотека, просто монастырская библиотека, там вот как раз на Хапре, вот то место, которое мы спасали, и, в общем-то, спасли, да, на Хапре. Под Воронежем, да? Да, да, ну как он, 200 километров от Воронежа, под Урюпинском, так даже, скажем, наверное, да, Урюпинск там в 60 километрах, 50, даже по прямой. Вот, и там был Алфелевский монастырь, который дружил с бабушками, там, с нашей семьей, с прабабушкой даже, да, и он отдал все, что было в наш дом. То есть, и когда, значит, дедушка на всякий случай стал от этого избавляться, будучи коммунистом, то вывезли несколько грузовиков и кон, потому что там не влазили они в легковые машины даже, а книжечки сложились хорошей вот такой кучей во дворе и сожглись. Ну и, конечно, для там православных история там вот этих вот антисемитская и масонская, она достаточно характерная. То есть, по большому счету, больше православных, которые верят в эту теорию заговора, чем тех православных, которые ходят, выходили в ложе, да. А российские цари были масонами? Нет, считается, что Павел был, но сочетается с Петра все, чтобы Петра в Голландии посвятили. Нет, возможно, что Брюс еще в домасонское как бы время, будучи представителем королевской шотландской фамилии, вот это с этим астамплерами, был просвещенным, и вот это вся Гутавхевская башня, вот это все колдосу и алхимия, потому что масонство-то очень связано с алхимией. Вот у меня тут тоже есть замечательный химический театр, который чудом просто мне дошел, театром-химиком, да, который весь в пометках над ним работали, я боюсь сделать это как в Розе в имени Розы, да, листать страницу слюнями пальцев, потому что чем только эту книгу, я думаю, не пропитывали в процессе работы, то есть, вот, и вот, да, вспоминая Якова Брюса, мы можем допустить, что он был вот с этим как бы движением там, розенкрейцеров, масонов, там, посттамплеров, там, все что угодно, вот, но Петра это явно не коснулось, и это то же самое из той же оперы, что царя подменили в Голландии и масонами в Голландии сделали, в общем, это все с ним сделали в Голландии, да, вот, но что касается Павла, именно в ситуации борьбы Екатерины со своим сыном, вот это, ну, как бы, с противостояния, да, он был привлечен к масонам, и именно из этой борьбы, в частности, масонство и было, я думаю, запрещено, но, конечно же, кроме этого, Екатерина получала французские различные депеши, революционные, я, тут у меня их несколько есть, и видя, что у этих, ну, вот это, она, это просто бюллетень республика Франция, Термидор четвертый, вот, и тут вот такие колонтитулы, Екатерина их видит и думает, ой-ой-ой, посажу-ка я Новикову в тюрьму, вот, и масонство запретило фактически, да, но потом Александр, когда сказал, что все будет как при бабке, послабления какие-то дал, но в конце концов все равно запретил, да, и поэтому про масонство Павла точных данных нет, а Александр при этом принимал и Лагина, и вообще высокопоставленных масонов, и выслушивал, и даже рассматривал вариант, чтобы быть принятым в ложу, но так это не сложилось, поэтому российских монархов масонами мы считать, ну, подозревать там на уровне Павла мы можем, но быть уверенными нет. Но зато многие члены временного правительства, которые свергли монархию. Как только российская власть, то есть советская власть пришла на свое место, то к 30-м годам там остались какие-то любители мистики, да, так скажем, которые называли может быть себя масонами, но не знали уже ни ритуала, не соответствовали никаким там масонским ладмаркам, ну, их тоже там погребли весьма успешно. Костя, как ты формировал свою коллекцию, как ты ее ведь продолжаешь формировать, как это происходит? И, соответственно, вопрос тут же связанный, как ты проверяешь не подделки или все это? на уровне вот такого конечно же подделок 99%. На уровне вот такого подделок близко к нулю, потому что мы видим уникальную книгу, исписанную в то время абсолютно аутентичными пометками. Мы видим, например, что касается вот там вот такой тряпочке, да, это шелк, которая имеет подпись, имеет историю. Еще одно письмо Трумана, вот тут даже там конверт сохранился. Вот подпись его личное, да, развитие масонства в штате Миссури. Вот, или вот списки лож, да, которые как раз, ну это вот девятнадцатый век, у меня очень много архивов, или вот дипломы лож. То есть это практически невозможно подделать, и нет смысла подделать, и мы этих людей можем всегда найти, и наша как раз работа заключается в том, что мы находим этих людей, узнаем, кто это, при каких обстоятельствах жил. Вот тут есть, например, улица Меркеля, и вот мы будем выставлять диплом этого Меркеля, вот, известный местный ученый, такой тоже человек просвещения, вот, то есть это все именные вещи, их не подделаешь, все подписано, и вот как бы мы знаем там, вот в Байрите, кто носил эту медаль, там, да, или вот, например, медаль, продолжая, про теорию заговора, медаль генерала, у Кирилла. То есть мы знаем, что, в какой он ложе состоял, есть бумаги, есть медаль, такой не подделаешь. Я так понимаю, что ты открываешь музей, который будет доступен для публики. Расскажи, пожалуйста, как это будет происходить, когда, как он будет называться, где? Он здесь, за углом, буквально в центре региона, улица Базница, с пересечения Зирного, очень центр, самое такое удобное место, 300 метров, именно экспозиционного, там есть мои закутки, просто, где я буду сидеть, тихонько, а в шести залах будет происходить, значит, знакомство людей с масонами, начиная, это все есть на сайте, вот у нас эта вот табличка, да, что там сайт, вот Masonic Museum, в описании к видео мы покажем. Он работает, сайт уже. Да, конечно, а и сайт работает, и в Фейсбуке у нас 1018 уже подписчиков, сайт на русском, английском и латышском, и там нарисована схема, как проходишь, что там сначала, это мы покажем, значит, в начале, там такой зал из трех секций, который мы для себя называем вид масона, ну, то есть известные люди, да, вот мы уже сказали там про Калиостро, про Киплинга, про президентов, да, то есть вот известные люди, мы сделаем там такие ниши. Я тебя перебью, можно, ну, классно, что, то есть масонство такая секретная вещь, а музей, понятное дело, должен быть по определению публичным, и классно, что вот это можно сочетать, ты говоришь, что в Лондоне есть отличный музей, но я никогда не был, я, к сожалению, не был, я там долго жил, но я там никогда не был в масонском музее, хотя меня это все очень интересует, а в нашем постсоветском пространстве такого музея ведь нету, и ты хотел его представить себе, так ведь? И мы видим, что это очень важно его показать, опять же, получая комментарии наших пользователей, потому что люди вообще не понимают, о чем речь, да, и у нас, если вот мы там берем немецкие какие-то значки, которые очень редко найти из-за того, что фашисты истребляли масонов, как евреев, то российские значки найти в сто раз сложнее, то есть, потому что у нас это продолжалось не там, ну там, вот у меня расписки немецкие, что я не масон, там вот они уже заставляли чиновников всех этих писать, вот, даже Крепса у меня есть расписка, такой Ханс Крепс, у меня расписка есть, что я не масон. 30-х годов, сначала 30-х годов, ну, 15 лет вот с ними боролись как следует, разрушили там ложи, искали секреты, вот, например, в Гамбурге разобрали фашисты ложи, по кирпичу искали секреты масонов, потому что они были, в общем, ну, такие вот именно Куанон такой, при власти. Нацисты были Куанон при власти. Да, 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 абсолютно такие люди, верящие в теорию заговоров, понимаешь, мы к этому подойдем, наверное. Вот, а в России это больше 100 лет продолжалось, такой Куанон, поэтому все изничтожено, очень сложно найти и в голове, и на рынке, да, вот этот портрет это самое Григородова издан у нас во Франции где-то. Вот, то есть музей необходим, абсолютно, и вот это вот сначала будет комната известных масонов, где мы подсветим, там покажем, что Пушкин был масон, никто не знает, что там Суворов, Кутузов были масоны, но русский человек придет, нажмет на кнопку и увидит, что Суворов масон, я не знаю, что с ним будет там, в общем, он будет, охрана нужна, это будет музей. Вот. Потом, значит, мы покажем, откуда это произошло, про Ренессанс, покажем комнату ритуала, как это все выглядит, там, как кричит масон, да, потом, значит, вот эти все значки, которых миллион, покажем, как сегодня выглядит структура масонства, потому что я же сказал, два еврея, три синагоги, и как огромное количество, там, структур и подорденов, и Алай, Алай Дегрис, то, что называется, да, и так далее. То есть мы это покажем, причем будет удобно, интерактивная штука, где ты нажал в этой схеме ужасно сложной, да, и тебе бам, высветилось куда-то, ты можешь посмотреть, что у нас есть отсюда, да, из этого участка масонства. Вот. Или антимасонская комната, где вот, начиная от вот таких каких-нибудь веселеньких, внутримасонских, этих самых историй про бухло и козлов, и заканчивая вот этими вот агустейными бареуэлями и всеми вот этими злыми штуками, которые приводили действительно нередко к расправам над масонами. Вот. Ну и про куанон давай поговорим. Актуальная тема. Да. Конечно, меня интересует здесь, ну, меня очень интересует эта тема масонства и современности. Например, как выживает масонство в эпоху интернета. Вот это одна тема. Это очень легко. Во-первых, как раз вот мы как музей как бы часто стали получать «возьмите меня в масоны», да? Вот. Мы говорим, чувак, все очень просто. Там, конечно, есть ритуал, то есть тебя должен представить один, тебя должен поручиться другой, но все начинается, значит, с первого шага, великий путь. Где-нибудь в Лионе у себя сидишь во Франции, да, и смотришь ложь Лиона и находишь там ложу, которая принадлежит национальные ложи Франции, которые к Англии относятся, или Гранд-Ориент Франции, который относится вот именно к этому нерегулярному масонству. Выбираешь, или друг тебе подскажет. Вот. Ну, любая ложа есть в сайт. Ты находишь в этом сайте обратную связь. Сайт-то есть, но, например, можешь ли ты пройти инициацию онлайн? Вот как в Zoom, как мы сейчас говорим с тобой. Нет, есть вот сейчас попытки проводить в Zoom ритуальные работы, ну, нет, но как бы ритуальная работа сама по себе, это там надо ходить, стучать там молотком и так далее. В принципе, попытки есть, я такого не видел, и поэтому ничего не могу сказать. А вот, например, работа научных лож, выслушивание докладов, вот как там также, квадрокоронати, это тебе вполне возможно, и ты сам понимаешь, что вот мы можем это делать с тобой, и ты можешь это делать со своими студентами или коллегами. Вот. То есть, именно на таком уровне работает. Но инициации нет. Все-таки масонство онлайн пока еще не состоялось. То есть, пандемия может, конечно, всех заставить перейти полностью в Zoom. Вот как мы, например, профессора преподаем в Zoom. Но масонство на это еще не согласились. Пандемия закончится, но самое главное, что первый и самый страшный шаг, вот куда-то пойти, куда-то постучать, ты можешь не делать. Уже в неизвестность, да, ты можешь написать письмо в ложу и как бы забить стрелку уже по интернету, все как... А у вас масонство играет какую-то политическую роль? Вот, например, американские масоны кого поддерживали на выборах? Но, опять же, очень хороший пример французской революции, когда одни масоны резали головы другим масонам при помощи инструмента, придуманного третьим масоном Гильотеном. Вот. Его семье, кстати, очень не нравится это высказывание. Она говорит, он просто был гуманист, он хотел что-то там полегче, вообще он биолог, и не надо его, пожалуйста, и называть. Но на самом деле так. То же самое там с рейлистами и круглоголовыми в Англии, да? То же самое с американской гражданской войной, когда в XIX веке Юг и Альберт Пайк, как раз памятник которому снесли недавно БЛМ в Америке несчастный, да? Вот. Он был одним из ведущих масонов и развитие, развивал как раз вот это 33-градусное масонство шотландское, объяснял его, он был великий масон, хороший ученый, но южанин. Вот. Ну, сейчас все-таки мне кажется, что ближе, что к Куанону близко никакой масон уже не подойдет, ну, потому что есть либеральная история, которая связана с масоном, вообще масоны Америку во многом основали, это их проекты, это реально работающая штука, институции американские, они все промасонские фактически, они были придуманы именно как вот продукт эпохи просвещения, и этот баланс сдерживает Трампа, да, до сих пор. Вот. Поэтому вот они злые либералы в глазах Куанона. А в Куаноне, конечно же, если ты в это веришь, что какие-то мудаки едят детей и там пьют их кровь, то ты, как честный человек, обязан, как вот эта вот дама, которая 14 лет прослужила в ВВС, она почувствовала своим долгом пойти и разнести к херам всю эту, значит, малину, да, и получила смертельную пулю. И стоит понять, как бы, что это абсолютно честные и, наоборот, горячие и открытые и патриотично настроенные люди. Ну, их просто вот таким образом обманули, и вот это, знаешь, как самая лучшая вещь. Спиритический сеанс. Все держат блюдце, и вдруг оно начинает ездить. Каждая прикладывает это микроусилие, но тебе одному кажется, что оно ездит само. Каждый видит, что оно ездит само. И так возникает вот эта вот реальность, да, тебя не убедить уже, что она не объективная, ты ее чувствуешь, оно у тебя само ездит, а это видишь, ты чувствуешь это. Вот так и происходит, к сожалению, с этими людьми. Интересный пример, мне понравилась вот эта история про спиритические сеансы соединения коллективных усилий, которые непонятны ни одному участнику, но и непонятны и свидетелям, то есть те, кто наблюдают это со стороны или читают, они тоже это не очень понимают, то, что ты рассказал, точно здорово. Да, да, да. Ну, а если вот это напряжение, связанное с изоляцией, с отсутствием коммуникации, с невыходом вот этой витальной энергии, тут понятно, откуда, это просто вот так энергия выходит, да, и она заряжает вот это все. Прошу, пожалуйста, при твоем музее будет образовательная программа, будет ли он заниматься просвещением, как занимались старые масоны? Обязательно. Я уже хочу пригласить вас, конечно же, когда будет возможность, когда мы все это настроим. Я уже пригласил, например, говорил вот о неоплатониках, одного, на мой взгляд, из лучших специалистов, Светлану Месяц по неоплатоникам, да, которые хорошо знают и греческие, как раз первоисточники, которые очень интересно рассказывают. Вот, и там будут, наверное, и какие-то лекции, связанные с масонством, люди, которые, вот, например, есть прекрасный и очень интересный человек, автор масонской энциклопедии, живущий в России, Андрей Иванович Серков, и так далее. То есть, конечно же, пул вот таких людей, которых я сам хочу услышать, я буду приглашать, использовать это свое положение, да, и создавать вот такой центр, скорее, вот, как бы, ну, музей, да, масонства, да, но мы будем говорить именно про историю, про, не знаю, вот про сердцевину цивилизации, про то, как наш мир работает. Когда откроется твой музей? В мае, я надеюсь, его достроить, потому что только мы тут начали, нас уже залило, там, в общем, как бы, пока я купил прекрасный 300-метровый бутик и превратил его в нормальный такой подвал образца 70-х годов, там расхреначили, значит, все молотками, вот, потекла откуда-то вода, и, в общем, как бы мы абсолютно в нуле, но к маю надо успеть. К маю мы хотим успеть все-таки сделать. Удачи со всем с этим. Я представляю себе, что в мае еще будет трудно приехать мне или другим нашим зрителям в Ригу, а у тебя там, конечно, есть своя социальная сеть, я представляю себе отличный ресепшн, где там по твоему новому музею по 300 метрам будут люди ходить с коктейлями и разговаривать о масонстве. Ну, а мы будем ждать большого интернет-события. Спасибо огромное, я всех приглашаю, конечно же, я приглашаю всех посмотреть сайт, приглашаю всем жертвовать, потому что, опять же, вот действительно масонство связано с чарити, и мы пытаемся собрать, нам не хватает сейчас 150 тысяч евро, чтобы закончить эту стройку, вложено уже порядка 600 тысяч евро, поэтому вот у нас есть форма дотации музея именно на сайте. Пожалуйста, участвуйте, кто может, помогайте, иначе и к маю можем не открыть, но мы просто будем, мы бьемся прямо из последних сил, реально, вот все в это вкладываем. Держим кулаки, не помолстим. Спасибо, Александр, очень рад, очень рад поговорить, надеюсь, это не было настолько размазанное уныло, как вот мне сейчас кажется, но если что, соберем. Редактор нам поможет. Спасибо огромное, все, на связи, пока.